Доброе утро! Сегодня у нас насыщенная программа. Мы посетим национальный заповедник Дурмитор, съездим к мосту Джорджевича и посмотрим на прекрасные каньоны реки Тара. Национальный парк Дурмитор находится на северо-западе страны, в километре от города Жабляк. Вход в парк платный, стоит 3 евро. Еще 2 евро придется заплатить за парковку, если вы приехали на автомобиле. Мы добрались до национального парка Дурмитор. Пока мы сюда ехали, погода сменилась в два раза. Сначала мы попали под ливень, потом начался жуткий град, температура в горах опустилась до 13 градусов. Здесь без кофты делать практически нечего, довольно холодно. Но теперь выглянуло солнце, температура резко поднялась, и за моей спиной видно, как туман рассеивается. Согласно Конституции Черногории, республика является экологичным государством. Под различными природоохранными режимами находится 8% территорий, в том числе и национальный заповедник Дурмитор. Стоит отметить, что парк просто огромный, его площадь 390 квадратных километров. Во время краткого посещения вам не удастся увидеть ни высоких местных гор, ни затерявшихся в глубине парк озер, природных пещер, реликтовых лесов или диких орхидей. Если у вас есть время, лучше приехать в Дурмитор отдельно и пожить здесь хотя бы несколько дней. В Дурмиторе 18 ледниковых озер, их еще называют горными глазами. Самое красивое, большое и наиболее известное Черное озеро. Оно состоит из двух, большого и малого, соединенных узким проливом, который летом пересыхает и делит их на два отдельных водоема. Максимальная глубина озера почти 50 метров. В течение года озера поочередно подпитывают друг друга, поэтому вода течет через пролив то в одном, то в другом направлении. Мост расположен на перекрестке путей между городами Мойково, Джабляк и Плевля. Своё название мост Джорджевича получил от имени владельца фермы, которая расположена рядом. Пятиарочный мост имеет длину 365 метров, высота проезжей части моста, три китара, 172 метра. Во время Второй мировой войны, когда итальянцы вели наступление на Черногорию, югославские партизаны с помощью одного из инженеров строительства моста, Лазаря Яуковича, взорвали центральную арку, причем сохранили остальные пролеты. Взрыв самого длинного пролета уничтожил единственный здесь переход каньона реки Тара, что привело к остановке наступления в эту часть Черногории. Итальянцы настолько разозлились, что специально искали Лазаря и в конце концов он был схвачен и расстрелян. Памятник инженеру стоит у въезда на мост. Для всех желающих на мосту Джорджевича оборудован кемпинг с автостоянкой, магазином, хостелом и автозаправкой. От моста Джорджевича можно отправиться в рафтинг, здесь работают два зиплайна, а вот банджо-джампинг запретили, он мешал автомобилистам. Каньон реки Тара – фантастическое зрелище, ради которого туристы приезжают из самых отдаленных уголков планеты. Его длина около 80 километров, а глубина около 1300 метров. Это самый глубокий каньон в Европе и второй в мире после Гранд Каньона в США. Кристально чистая, прозрачная, холодная и необыкновенно вкусная вода не требует фильтрации. Ее можно пить просто так, и подобных уголков на планете осталось очень немного. Не случайно река названа слезой Европы. Она используется как резервуар питьевой воды, а каньон Тары включен в состав заповедника Дурмитор. Ее храняется ЮНЕСКО как часть ценного природного наследия. Дороги в Черногории узкие, а в горах еще и опасные. В каждую сторону всего по одной полосе движения. Когда поворачиваешь за угол, не всегда видно автомобиль, поэтому здесь стоят ограничения скорости. Но местные зачастую этим пренебрегают и нарушают эти правила. Поэтому случаются ДТП. Пожалуйста, мы стоим в очередной пробке уже полтора часа. Не знаю, сколько еще будем стоять. Войдите аккуратнее. Посетили заповедник, прогулялись по мосту и посмотрели на удивительные каньоны. Иван Иванов, Денис Петров, каньоны реки Тара, Черногория.